возьмем килограмм гипса и попытаемся сделать жидкий гипсовый раствор для того чтобы залить в силиконовую форму для этого если у нас грамм 300 воды соответственно мы медленно грамм 300 гипса один к одному должны засыпать и размешать в воде размешивать надо довольно быстро поскольку гипс имеет свойство быстро застывать гипса ушло да где-то полкило ушло гипса вот этого будет точно достаточно то есть на 300 грамм воды ушло где-то полкило гипса и вот сейчас чувствуется раствор достаточно густой будем его заливать помешаем можно использовать насадку для дрели порция небольшая вполне подойдет любой другой инструмент думаю раствор достаточно густой для того чтобы его залить форму и ждать застывания силиконовая форма будете смеяться для печенья гипс немножечко расширится в момент его застывания аккуратно заливаем форму получится у нас по низкой себестоимости скажем так где-то четверть наверно квадрата вот так вот можно даже еще залить немножечко чтобы больше до края дошло чтобы у нас какая-то была все-таки толщина панели соответствующая вот так я думаю здесь посмелее уже будем заливать попробуем получить 3d панели в виде печенек и так прошло полтора часа наш гипс застыл попробуем доставить наши панели из формы посмотрим получится у нас или нет я на всякий случай перевернул хотя по моему они и сами хорошо выходят я ни разу не делал этого поэтому извините тренируемся насколько я читал хорошо гипс должен выходить из форм без дополнительной смазки если речь идет именно силиконовой форме вот так аккуратненько пробуем достать должны получиться 3d панели такие в виде печенек да по моему очень здорово получается прям как на заводе все что остается это их потом приклеить к стене и покрасить любой краской вот тут поверхность не идеально ровная получается но это первый раз мы делали раствор он получился не совсем равномерный по густоте своей скажем так но я думаю это не проблема вот гляньте какие замечательные красивые панели получаются плиточки гипсовые клеятся они стык стык на специальный клей для гипса это не есть проблема а себестоимость такого изделия будет очень дешевая особенно если вы возьмете и купите гипс вот здесь есть скажем так целый мешочек вот смотрите как получается у нас красиво вот вы видите здесь небольшие швы но я думаю это все будет нивелироваться тем что мы приклеим на клей стык в стыках там будет слой клея можно будет чуть выровнять ну а эти швы можно будет прокрасить я думаю будет выглядеть вполне симпатично достаём последнюю форму и последнюю панель из формы вот такая вот красота у нас получается я думаю вполне симпатично по крайней мере где-нибудь в коридоре это может выглядеть достаточно красиво вот так вот всем спасибо за внимание ставьте лайки пишите комментарии делитесь своим опытом а и и и и и а и и